Порядка 800 онлайн-касс установят в магазинах города в середине этого года. О правилах и требованиях такого перехода рассказали на семинаре совещания в администрации. Во встрече приняли участие руководители предприятий общепита и стационарных торговых объектов. Как работают онлайн-кассы и чем полезны для покупателей в нашем материале? Средний бизнес практически перешел на онлайн-кассы. И сейчас наступила очередь перейти к микробизнесу и малому бизнесу. Напомним, федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники был принят 3 июля 2016 года. Он претерпел некоторые изменения. Так, если раньше только кассовый чек служил мини-договором, то с новыми поправками покупатель получает либо распечатанный чек, либо его в виде СМС или письмом на электронную почту. При этом документ имеет юридическую силу. А онлайн-кассы сразу же будут передавать информацию о стоимости совершенных покупок на сайт ФНС. 54-й федеральный закон распространяется на наличные денежные расчеты и на расчеты с помощью электронных средств платежа. Такие как пластиковые карты, оплата Сбербанка онлайн, самый распространенный Яндекс.Деньги, ну и другие похожие операции. Обязательные условия для предпринимателей. Касса должна быть зарегистрирована в налоговой инспекции. Также можно зарегистрироваться на сайте налог.ру. Но для этого необходима электронная подпись. За неприменение контрольно-кассовой техники предприниматели подвергаются штрафу. 1 июля 2018 года к онлайн-кассам должны быть подключены индивидуальные предприниматели, имеющие официально трудоустроенных сотрудников, а также вендинговые компании. А с 1 июля 2019 года онлайн-кассы должны установить все остальные организации. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.